Край чудесный Где окончится труд и печаль От скорбей я стремлюсь к той отчизне Где есть вечная радость и мир Край чудесный, край чудесный Сердце радостно рвется к тебе Край чудесный, край чудесный Там ведь ждет нас Спаситель в себе Край чудесный, где ангелы в пенье Раздается, как шум многих вод Славу адресу возносят святые Аллилуйя, они все поют Край чудесный, край чудесный Сердце радостно рвется к тебе Край чудесный, край чудесный Там ведь ждет нас Спаситель в себе Край чудесный, камень учитель в себе Край чудесный Край продал стены Край чудесной Intro Край чудесный, где ангелы в пьян И увидим того, кто нам мир Там тихнет скорбящее сердце Ведь там вечная радость и мир Край чудесный, край чудесный Сердце радостное рвется к тебе Край чудесный, край чудесный Там ведь ждет нас Спаситель в семье Край чудесный, край чудесный Сердце радостное рвется к тебе Край чудесный, край чудесный Там ведь ждет нас Спаситель в семье Приветствую вас, братья и сестры А также всех тех, кто смотрит данное видео Сегодня у нас 28 мая 2020 год И я от имени всех служителей Керченской Поместной Церкви Поздравляю с праздником, который, можно сказать Завершает цикл празднования великого события Когда наш Господь Иисус Христос воскрес из мертвых И открывает новый праздник Вознесения нашего Господа Иисуса Христа И я рад приветствовать вас всех Словами Христос воскрес Сегодняшнее событие, которое произошло на сороковой день После того, когда наш Господь Иисус Христос воскрес из мертвых Является завершающим делом в деле спасения нашего Господа Иисуса Христа Относительно Его первого пришествия на землю И это событие, оно описано в Евангелии от Матфея В Евангелии от Марка В Евангелии от Луки Евангелие от Иоанна, оно лишь упоминает О вознесении Иисуса Христа, когда Иоанн цитирует слова нашего Господа На вечере Господней И говорит о его духовном значении Этого события Более подробно это событие описывает Евангелист Лука в книге «Деяния апостола» Также апостольские послания и книга Откровения говорит об этом событии Это событие, оно рассматривается евангелистами со стороны земли Книга Откровения показывает его со стороны небес А апостольское послание, Евангелие от Иоанна, 14 глава, где Иоанн цитирует Иисуса Христа на вечере Господней И книга Откровения показывает духовный смысл данного события Когда все земное и небесное соединяется под главою нашего Господа Иисуса Христа Который был вознесен по словам апостола Павла во славе Евангелист Матфей, описывая события вознесения нашего Господа Иисуса Христа Обращает внимание на следующие факты Что именно 11 учеников были свидетелями этого события Когда они пришли в Галилею на ту гору А мы знаем, что это была гора Елеонская С горы Елеон Господь возносился Именно туда Иисус повелел им прийти Они увидели Его И самое первое, что они сделали, поклонились Ему 17 стих об этом говорит Также он говорит, что были некоторые из тех, которые присутствовали На момент вознесения нашего Господа, усомнились в Нем Обычно, когда рассматривают тему воскресения Иисуса Христа И все то, что следовало за Его воскресением Очень часто любят обращать внимание на сомнения Фомы Но здесь же мы имеем дело с моментом сомнения Когда увидев Господа Иисуса Христа Некоторые иные, как говорит Матфей, усомнились И Иисус Христос, являясь своим ученикам, неоднократно доказывал то, что Он воскрес из мертвых И когда Он уже приблизился к ним, Он констатировал тот факт, что Он совершил, собственно говоря, абсолютно все то, ради чего пришел на эту землю Он совершил смерть, Он сошел в преисподнюю, Он воскрес из мертвых Он сорок дней являлся ученикам, утверждая и открывая истину Открывая, можно сказать, духовные глаза, показывая то, что они не видели в Священном Писании Являясь им в конечном счете Иисусе заявил, что все сделано И теперь Ему, уже Иисусу, дана вся власть на небе и на земле Христу, Сыну Божьему До воплощения Всегда была дана эта власть И Он ее никогда не терял Но когда Он стал человеком, Он эту власть добровольно ограничил Добровольно уничижил себя, как об этом говорит апостол Павел И когда Он уже совершил дело спасения, дело искупления Сделал все те необходимые действия, без которых невозможно человеку спастись И без веры, в которых мы не можем спастись Это то, что Он умер за наши грехи, то, что Он был погребен, то, что Он воскрес И то, что Он вознесся В этот момент, непосредственно, на момент Своего вознесения Он говорит, что Ему дана всякая власть на небе и на земле Дальше Он повелевает ученикам Чтобы они проповедовали всем народам Истину Евангелия Крестяя их во имя Отца, Сына и Святого Духа Уча соблюдать все то, что Он повелел им И дал обетование, что когда Церковь исполняет это повеление Он с нами Во все дни до скончания века Хоть Иисус Христос, Он находится на небесах Но истина Слова Божьего говорит о том, что Он с нами Вот как объяснить эту парадоксальность Для этого я хотел бы вам напомнить одно из определений веры Которое записано в послании к евреям в 11 главе в 1 стихе Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом Ученики Иисуса Христа, они видели Иисуса Об этом свидетельствует Иоанн Что они рассматривали, что они могли до Него дотронуться Но момент Вознесения это была граница Перехода от видимой к невидимой вере И мы являемся блаженным поколением Как нас охарактеризовал Иисус Христос Когда обратился к Фоме, сказав Блаженное невидевшее, но уверовавшее Мы не видим Христа Но мы верим в то, что Он с нами Особенно тогда, когда выполняем повеление нашего Господа Евангелист Марк обращает внимание в 19 стихе 16 главы Что Господь после беседования с ними Вознесся на небо и воссел от лесную Бога То есть как бы Он дополняет картину Евангелия Открывая все Его детали Чем мы спасаемся? Мы спасаемся истиной, что Христос умер за наши грехи Искупив нас и простив То, что Он сошел в ад То, что Он воскрес из мертвых То, что Он вознесся на небо Воссел от лесную Бога Вот основные моменты, основные элементы Которые нас спасают И уже о следующем моменте Когда был плослан Дух Святой Мы будем говорить подробно через 10 дней Сейчас мы обращаем внимание на События вознесения нашего Господа Иисуса Христа О которых свидетельствуют, как я уже говорил Три евангелиста Евангелист Лука в книге Деяния апостолов И также Евангелист Иоанн Когда ссылается на слова Иисуса Христа Сказанные Иисусом на вечере Господней Дальше Евангелист Лука в 24 главе С 50 по 53 стих обращает внимание на тот факт Что когда Иисус Христос Вывел своих учеников До Пифаний И поднял руки свои Он их благословил И когда благословлял Их стал отдаляться от них Возноситься на небо И 52 стих опять подчеркивает Ту мысль, о которой говорит Евангелист Матфей Они поклонились Ему И возвратились в Иерусалим С великой радостью Поклонение Иисусу Христу Еще раз показывает О том, что Иисус Христос Является нашим Богом Говорит о Его Божественности Я сегодня слушал Одну из проповедей Нашего брата Михаила Петровича И он обратил Нашего брата Михаила Петровича Который отошел в вечность В 2016 году И он обратил внимание На интересный факт На момент вознесения Нашего Господа На который, собственно говоря Я не слышал, чтобы обращал Хотя бы один проповедник Ну я сколько проповедей слышал Я никогда не слышал эту деталь Как он объяснил Момент вознесения нашего Господа Христос какие только чудеса не творил В жизни учеников Он и воду в вино превращал Он и по воде ходил Он и мертвых воскрешал Он и бесов изгонял И делал немых говорящими Ученики что только не видели А тут они увидели Как летает человек Кто-нибудь когда-нибудь из нас видел Чудо Взлет человека на небо И здесь Иисус Христос Подымается на их глазах О чем, собственно говоря Более подробно и детально Описывает евангелист Лука Уже в книге Деяния апостолов В первой главе Когда мы обращаем внимание На это же событие Читая с третьего стиха Когда говорим Что Иисус Христос Который после своего воскресения Со многими верными доказательствами В продолжении сорока дней Являлся им Говоря о Царстве Божьем Почему, собственно говоря Христиане На протяжении сорока дней У них есть такая замечательная традиция Предвестовать друг друга Словами Христос воскрес Потому что после воскресения Христос доказывал Своё воскресение Всякий раз Показывая себя И всякий раз Когда появлялись сомнения Даже после того Когда видели Христа воскресшим Христос вновь и вновь Обновлял в них Эту веру Даже мы видим На момент вознесения Евангелист Матфей Показывает Что были те Которые усомнились И Христос Ещё раз Им доказывает Показывает Что Он Действительно Воскрес Из мёртвых Четвёртый стих Говорит о том Что когда Он Собрал их На гору Елеонскую Повелел им Не отлучаться Из Иерусалима Но ждать Обещанного от Отца О чём Собственно говоря Они слышали От Него От Иисуса Христа Христос здесь Напоминает слова Иоанна Крестителя Который крестил водой И который Собственно говоря Так же Как Иисус Христос Учил о том Что Тот Который идёт за Ним Будет крестить Духом Святым Здесь Иисус Христос Уже говорит О том Обетовании О котором Упоминает Так же Евангелист Иоанн Когда Говорит О вечере Господней На вечере Господней Христос Так же говорил О своём Вознесении Мы ещё дойдём До свидетельства Иоанна Сейчас мы пока Обращаем внимание На пятый стих Книг Деяния Апостолов Первой главы Где Христос Ссылается на Иоанна Который крестил Водой А вы через Несколько дней После всего Будете крещены Духом Святым Посему они Сойдя Спрашивали Его Говоря Не всё ли Время Господи Восстановишь Ли ты Царство Израиль Собственно Говоря Тот вопрос Похожий Вопрос Который Они задавали Иисусу Христу За несколько Дней До Распятия Когда Иисус Христос Проводил С ними Беседу На горе Елеонской Когда Они спросили Когда это Будет Когда Ты придёшь Каковы признаки Кончины Века Похожую мысль Они спрашивают Здесь Если тогда Иисус Христос Говорил О дне и часе Не знает Не сын Человеческий Ангелы Не знают Сын Человеческий Не знает Только знает Отец То здесь Он уже Эту фразу Не говорит Здесь Он уже Говорит Не ваше Дело Знать Времена И сроки А какое Ихнее Было дело В Евангелии От Матфея Мы читаем Что Христос Дал им Повеление Идите Проповедуйте Евангелие Во спасение Во свидетельство Когда будет Проповедана Евангелие Тогда придет Конец А Христос Когда возносился Он дал Повеление Проповедовать Евангелие Во спасение Крестья И уча Их Той истине Которую Господь Передал Истине Евангелия Каким образом Человек Изменяется Каким образом Он может Войти На основании Чего В Царство Божие И он говорит Что это не ваше дело Знать времена И сроки Которые Отец Положил В своей власти Но вы примите силу Когда сойдет на вас Дух Святой И будете мне Свидетелями В Иерусалиме И во всей Самарии И даже до края земли Собственно говоря Здесь подтверждается Та мысль Которой говорил Иисус И селя с вами Во все дни До скончания века Евангелие Оно должно Достичь Абсолютно Весь мир Абсолютно Всех Живущих На земле И когда это Произойдет Когда люди Услышат Благую весть О нашем Господе Иисусе Христе Когда она уже Не в воспасении А в свидетельство Будет проповедано Тогда придет конец И когда Христос Сказал эти слова Он поднялся В глазах Их И облако Взяло Из вида Их Недавно На мой канал Ютуб На жатву Поступило Такое сообщение Неужели Христос Придет Во второй раз На облаках Не является Ли это Мысль Аллегоричной Что это Вроде бы Как бы Надо воспринимать Как иллюзию Сознания На что Я ответил Если Первое Пришествие Господа Иисуса Христа Было буквальным И вознесение Иисуса Христа Было буквальным То почему Мы должны Аллегорично Воспринимать Его второе Пришествие И все то Что за этим Последует И тысячелетнее Царство Тысячелетний Срок О котором Собственно говоря Спрашивали Ученики Нашего Господа Иисуса Христа И вот Когда они Смотрели На небо Во время Восхождения Вдруг Предстали Перед ним Два мужа Белой одежды И сказали Мужи Галилейские Что вы Стоите И смотрите На небо Сей Иисус Вознесшийся От вас На небо Придет Таким же Образом Каким Вы Видите Восходящим Его На небо Собственно Говоря Два Ангела Дали нам Четкий Конкретный И ясный Критерий Как Отличить Истинного Христа От тех Лже-мессий Лже-христов Которые На сегодняшний День Заявляют Что они Есть Христос Христос Проделал Определенный Путь С земли На небо Таким же Образом Он придет И обратно Все лже-мессии Все лже-христы Которые Говорят Я Христос И причают Неутвержденные Души Они не Проделали Этот путь Именно Такой Путь Как Это Проделал Господь Он Не предстал На облаке Я уже говорил В одном Из своих Видео Что На сегодняшний День Современная Технология Позволяет Сделать Голограмму И выдать За Христа Христа Ложного Сделать Имитацию Его Второго Пришествия Вот для того Чтобы не попасть На эту удочку Нам важно Вспоминать То чем Учил Апостол Павел Голат Если даже Ангел С неба Будет благовествовать Не то что Приняли Да будет Анафема И поэтому Христа Мы определяем Во-первых По признаку Что он приходит С неба Во-вторых По второму Признаку Соответствует Для учения Иисуса Христа Учению Апостолов Которое Собственно говоря Они получили От самого Иисуса Христа Лично Видя Его Воскресшим И когда же Это все Произошло Когда Они увидели Это великое Событие 12 стих Книга Деяния апостолов Говорит о том Что они возвратились В Иерусалим С горы Называемой Елеон Которая Находится Близо Иерусалима В расстоянии Субботного Субботнего Пути То есть Это тоже Немаловажная Деталь Господь Когда придет Второй раз На землю Я не говорю Сейчас о моменте Восхищения Церкви Когда он Восхитит Избранных Но когда Состоится Его второе Пришествие Многие Иисуса Христа Должны Коснуться Горы Елеонской По пророчеству Захарии Когда же мы Обращаем Наше внимание На Евангелие От Иоанна 16 главу Стих 7 Где Иоанн Цитирует Иисуса Христа Он раскрывает Духовный смысл Значение Вознесения Нашего Господа Христос Вознесся Не только Для того Чтобы Восесть Отесную Силу Божьей Не только Для того Чтобы Вернуться Во славу Но он Вознесся Для того Чтобы Приготовить Нам место И когда Он Приготовит Место Он Придет И заберет Нас К себе Чтобы И мы Были Вместе С ним А потом Вместе С ним Пришли На землю О чем Собственно Говоря Повествует Нам 19 глава Книги Откровения Облечено Весон Светлый И чистый А весон Светлый И чистый Это Есть Тот Весон Который Облечется Невеста Когда Она Станет Женой На брачной Вечери Господней Также В 16 главе Иоанн Обращает Внимание На слова Иисуса Христа Которые Он сказал На вечере Которые Открывают Смысл Вознесения Нашего Господа Но я Истинно Говорю вам Лучше Для вас Чтобы я Пошел Ибо если Я не пойду Утешитель Не придет К вам А если Пойду То пошлю Его К вам Иисус Христос Во-первых Возносится Для того Чтобы приготовить Нам место И когда Он приготовит Прийти Взять Нас К себе Во-вторых Его Вознесение Зависит От того Чтобы Мы На сегодняшний День Имея Невидимую Веру Имели Утешителя Духа Святого Который Открыл Нам Истину Евангелия Благодати Который Открыл Нам Смысл Смерти Христа Смысл Погребения Христа И сошествия Его В ад Смысл Его Воскресения Смысл Его Вознесения Смысл Того Что Он Сидит Одесную Отца И Смысл Его Второго Пришествия Потому что О Духе Святом Иисус Христос Говорил Что Христос Придя В мир Будущее Возвестит Вам И Побудит Вас Ожидать Приход Нашего Господа Бодурствуя Быть готовыми Встречи Вместе С Ним Когда же Мы читаем С вами Первое Посланник Тимофея 3.16 Когда он Открывает Великую Благочестие Тайна То самый Конец Этого Стиха Показывает Что Христос Вознесся Во славе О чем Собственно Говоря Мы можем Прочитать Также Послание Ефесяна В первой Главе С 20 По 22 Стих Павел Акцентирует Внимание На то Что Отец Небесный Воскресил Христа Из мертвых Посадил Одесную Себя На небесах Поставил Его Превыше Всякого Начальства Власти Силы Господства Всякого Имени Именуемого Не только Во всем Веке Но и В будущем И все Покорил Под ноги Его Поставил Его Высшеглавой Церкви То есть Интересный Такой момент Здесь Указание Идет На ноги Иисуса Христа Под ногами Иисуса Христа Все Покорено Вспомните Видение Иоанна На острове Патмос Каковы были Ноги Иисуса Христа Ноги Как раскаленные Подобные Халкаливану Как раскаленные В печи Которые Показывают На всесилие И все Власти Нашего Господа Ноги Несокрушимые В отличие От того Истукана Которого Видел Новохудонос Когда камень Попал в ноги И весь Истукан Завалился Господа Иисуса Христа Никто Никогда Не завалит Потому что Он имеет Всесилие И все Власти И наделен Этой Властью От Отца Хотя Эта власть Была у него От начала От создания Вира Мира Но Иисус Человек Он Обретает Эту Власть Будучи Богом И человеком Он Обретает Эту власть И все Покоряется Под ноги Нашего Господа Иисуса Христа Книга Откровения Очень хорошо Открывает Нам Сторону Небес Что происходит На небесах На момент Вознесения Если Евангелисты Они показывают Что происходило На земле Со стороны Небес Со стороны Земли То Книга Откровения Показывает Что происходило Со стороны Неба В этот момент Когда Христос Вознесся Когда он Предстал Перед Сидящим На престоле И взял Книгу Запечатанную Семью Печатями То Всякое Создание Находящееся На небе Это Откровение 5 глава 13 стих Вдумайтесь Всякое Создание Находящееся На небе На земле И под Землею И на море И все Что в них Иоанн слышал Говорило Сидящему На престоле Иоаннцу Благословение И честь И слава И держава Во веки веков Это та Истина Невидимая Которую Невозможно Было Увидеть Со стороны Земли На момент Вознесения Господа Иисуса Христа Вознесшегося Во славе Вот здесь Как раз Таки Открывается Наша вера В невидимое Видимое Это никто не видел Точно так же Когда Христос Был распят Никто не видел Замещение Христа Искупление Христа Примирение Нас с Богом И умилостивление Никто это не мог Увидеть физическими глазами Точно так же То что мы читаем В пятой главе В тринадцатом стихе Как абсолютно Все воздало Христу Славу Он вознесся Во славе Этого не видел никто Но небеса Это показали Иоанн И это Завершающая мысль О которой говорит Апостол Павел В послании Ефесянам Глава первая Стих Десятый Что целью Вознесения Господа Иисуса Христа Которая завершила Весь план спасения Нашего Господа Для нас Было то Чтобы Все небесное И земное Соединить Под головой Христом Господь Совершил эту цель Он это достиг Ему слава Во веки веков Да пребудет Аминь Помолимся Отец наш небесный Во имя Господа Иисуса Христа Благодарим тебя И славим тебя За то Что ты совершил Все то Необходимое Для нашего спасения И воссел Одесную И то Что ты воссел Это свидетельство О том Что ты сделал Все как Первый священник Что мы к этому Не можем Добавить Нечего Мы Можем только Принять Этот Божий Дар И благодаря Тебя За то Искупление Жить по воле Твоей Выполняя Заповеди Твои Иисус Христос Любя Тебя Ибо Любовь к Тебе Это есть Выполнение Заповедей Твоей Основанное На Твоей Любви То что Ты возлюбил Первый Нас Чтобы мы могли Любить Тебя Тебе слава И хвала Веки Вечная Так и будет Аминь Субтитры